Фёдор Михайлович Достоевский. В барском пансионе. Колокол удрял твёрдо и определённо по одному раз в две или даже три секунды. Но это был не набат, а какой-то приятный, плавный звон. И я вдруг различил, что это ведь звон знакомый, что звонят у Николы. Красной церкви против нашего пансиона. Старинной московской церкви, которую я так помню, выстроенной ещё при Алексее Михайловиче. Узорчатый, многоглавый, из толпах. И что теперь только что минула святая неделя, и на точных берёзках в палисаднике Тущаровского дома уже трепещут новорождённые зелёненькие листочки. Яркое предвечернее солнце льёт косые свои лучи в нашу классную комнату. А у меня, в моей миленькой комнате, налево, куда Тушар отвёл меня ещё год назад от графских и сенаторских детей, сидит гостья. Да, у меня безродного вдруг очутилась гостью. Первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тот час узнал эту гостью. Как только она вошла, это была мама. Хотя с того времени, как она причащала в деревенском храме, а голубок прилетёл через купол, я не дал уже её ни разу. Мы сидели вдвоём, и я странно к ней приглядывался. Потом уже спустя много лет я узнал, что она тогда прибыла в Москву на свои жалкие средства, самовольно почти украдка от тех, которым поручено было тогда о ней попечении. И это единственное, чтобы со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она моя мать. Она сидела подле меня, и, помню, я даже удивлялся, что она так мало говорит. С ней был узелок, и она развязала его. В нём кололся шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемлённым видом ответил, что здесь у нас пища. Очень хороший нам каждый день дают к чаю по целой французской булке. Всё равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала. Может, их там в школе-то худо кормят? Не взыщи, родной. И Антонине Васильевне, жене Тушара, обидно станется. Товарищи тоже будут надо мной смеяться. Не примешь, что ли? Может, и скушаешь? Пожалуй, ответишься. А гостинцам я даже не притронулся. Апельсинные пряники лежали передо мной на столике, а я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от неё, что видит её меня, даже перед товарищами стыдит. Хоть капельку показать ей это, чтоб понять. Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того. О, я уже тогда бегал за щёткой, за Тушаром, смахивать с неё пыльники. Представлял я тоже себе, сколько перенесу я от мальчишек на смешек, только что она уйдёт, а может, и от самого Тушара. И ни малейшего доброго чувства не было к ней в моём сердце. Искоса только я оглядывал её тёмненько-старенькое платьице. Довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уже грубые её башмаки и сильно похудевшее лицо. Морщинки уже прорезывались у неё на лбу.